В эфире Панорама Севера в студии Елена Гончарова. Здравствуйте! Сегодня в Архангельске стартовали единые государственные экзамены. Позади не только годы учебы, но и недели усиленной подготовки к последним школьным испытаниям. В этом году вновь усилены меры контроля за проведением ЕГЭ. Рисковать своим будущим, впрочем, никто не хочет. Подробности у Виктора Кузнецова. В первой школе Архангельска сегодня два испытания по литературе и географии. ЕГЭ не просто экзамен. Здесь решается дальнейшая судьба выпускников. Поэтому с каждым годом условия его сдачи совершенствуются. Чтобы никакая мелочь не смогла повлиять на правильную оценку знаний, которые получены за 11 лет учебы. Чтобы низкий балл ЕГЭ не стал шлагбаумом при поступлении в ВУЗ. Мы их психологически стараемся к экзаменам всегда готовить. Чтобы они не переживали за маленького количества баллов. Чтобы все прошло для детей безболезненно. Ограничения по информационным носителям, бумажным или электронным уже было. Сейчас с этим еще строже. Самое главное нововведение в этом году – видеокамеры. От них вряд ли удастся что-то скрыть. И в случае возможных разбирательств видеозапись окажет незаменимую помощь. Впрочем, выпускников они отнюдь не смущают. Мы уже привыкли. У нас в школе это уже стоит. Так что мы уже подготовились. И морально. Любовь готовится к поступлению в Гидрометеорологический институт в Санкт-Петербурге. Поэтому география для нее – один из трех основных в экзаменах. Сдает вместе со сверстниками из разных школ города. Смешанные группы – еще одно условие ЕГЭ. Вскрытие конверта с заданием действия сакральное. Перед началом – инструкция организатора в аудитории. И старт экзаменационной кампании. Виктор Кузнецов, Руслан Симушин, Панорама Севера. В Архангельске продолжается ремонт дорог. Очередным участком работ стала улица Бадигина. Работы на улице Бадигина на участке от пожарной части до улицы Розинга проводило предприятие «Аксум». Согласно плану, замены требовало 659 квадратных метров дорожного полотна. Специалисты провели фрезерование покрытия и уложили два слоя асфальта. Еще такие работы проводились на улице Урицкого, на улице Тиме, от Смольного Буяна до Урицкого. На перекресток проспект Новгородский-Урицкий, улица Гагарина в районе предмостной площади. Ремонт на этом участке дороги стратегически важен, ведь рядом находится пожарная часть. А значит, проезд для спецтехники должен быть беспрепятственным. К тому же, ремонтная работа очень удобна для жителей, так как существуют нормальные проезды, проходы для транспорта и пешеходов. Текущий ремонт дорог Архангельска продолжится и на этой неделе. При финансировании из городского бюджета будут приведены в порядок более 50 дорожных участков. А далее о том, как наводят порядок в Соломбальском округе. В нашем сюжете и о тех, кто успешно борется за чистоту, и о тех, кто не в силах оказать сопротивление мусору. Дядя Юра, как любя называют его жители дома по улице Терехина 6, корпус 2, занят любимым делом. Да, вы не ослышались. Наводить порядок в собственном дворе он считает не работой, а удовольствием. Чтобы не мешать процессу, обходим дом с консьержем Ниной Михайловной. Осмотр показал – чисто. У нас в доме люди, собственники считаются, своими силами они построили ограждение, посадили траву. От кого вы считаете, зависит чистота в городе прежде всего? От самих себя. Просто надо быть неравнодушным, не сидеть дома, не ждать, что уберет дворник, уберет тот, а просто выйти и посмотреть. И такой подход к делу, как мы убедились, дает свои плоды. Водушевленные позитивным настроем наших героев, отправляемся в центр Соломбалы, на площадь Терехина. Сквер у площади Терехина – излюбленное место отдыха соломбальцев. И как мы смогли убедиться, отдых этот зачастую культурный. Грязи и мусора на территории нет, а если и есть пустые банки, то используются они только в качестве кормушек для птиц. Пока любовались кормушками, заметили работников мусороперерабатывающего комбината. Они принимают эстафету у дворников, вывозят собранные на выходных пакеты мусора. Звонят из администрации и просят убрать? Ну да, 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 да. Все правильно. Спешим в администрацию и пытаемся выяснить. Такая активность вызвана нашим визитом или чистые дворы и ухоженные скверы – это норма жизни для Соломбалы. По этому году очень много собранного мусора. Объезды показывают уже постоянно. Вот эта вывозка идет, она идет, скажем так, неплавомерно, чисто регулярно. То одни дворы прибираются, выносят, другие, третий. Это постоянно. И объем по фактам, по позициям, даже видно, что у меня с начала месячка, в принципе, никогда такого не было. Это 800 кубов уже вывезено на свалку. Повезло в плане управляющих компаний, потому что их не такое большое количество. Всех вместе с ТСЖ по деревянным округу и благоустроенными домами у меня 10 управляющих компаний. И, в принципе, работа налажена с управляющими компаниями, скажем, на оценку хорошо. Задались вопросом, почему не отлично, и вскоре сами нашли ответ. Видимо, чем дальше от центра Соломбалы, тем ситуация нестабильней. По адресу Никольский, 90, и в контейнерной площадке, и рядом с ней мусорный хаос. А кому-то, видимо, до помойки идти лень. Мусор бросают у гаражей. Ну, вот такая ситуация, как сегодня, то есть наблюдается здесь периодически? Да, периодически, но в основном здесь халявно. По вине компании метелица, которая, к сожалению, на этом участке не метет, не убирает. График вывоза мусора, наверное, и есть, но жителям домов он неизвестен. Я откуда знаю, какое у них расписание, не знаю. Не радует глаз и обстановка на «Красных партизан-14». Этот участок в ведении другой УК – Соломбала. Правда, совсем рядом, на улице «Красных партизан-17» Куропус-1, дворник этой же управляющей компании уже наводит порядок. Да и техника предприятия спецавтохозяйства спешит ему на помощь. Такая борьба за чистоту несколько ободрила. Но вскоре вновь пришло разочарование. Если с улицы «Красных партизан» мусор на свалку все же вывозят, то кажется, что на площадку у домов по улице Кедрово, наоборот, мусор привозят со всех городских свалок. Такая картина наблюдается здесь ежегодно. И управляющая компания никаких мер не предпринимает. Вот и сегодня на улице Кедрово, 31, тихо. Слышен только шорох мусорных пакетов. Крысы, грязь, зловоние. Таков итог работы управляющей компании дома управления, которая и правит балом нечистоты по этому адресу. А звонили ли в управляющую компанию, что говорят? Да, конечно, звонили. А как же так? Убирается, где убирается? Во-первых, люди все из этих домов носят. Видите как? А вывозить никто не собирается. Только куда-то звонить-то в компании. Бесполезно, по-моему, бесполезно звонить в компании-то. Пытаясь убедить жителей в обратном, набираю номер директора компании дома управления. Но... Думаете, он ответит? Занято. Так, занято. И тем не менее, голос директора управляющей компании дома управления мы все же услышали. Жильцы просто интересуются, хотят получить комментарии от вас. Когда? Вот буквально сейчас. То есть, я хотел вопрос задать по поводу Кедрова 31. Это дом, за ним контейнерная мусорная площадка, точнее, она заполнена, захламлена. И вот там такая кричащая ситуация. А когда жителям надеются на то, что вывезут мусор, вот какие-то... Видимо, директор управляющей компании Игорь Лопаткин решил не тратить время на разговоры, а принять меры по уборке мусора. Но он, к сожалению, и ныне там. А вот управляющую компанию «Девять» наш дом, которая работает по адресу адмирала Кузнецова, 15, в нерасторопности не упрекнешь. Действительно работает. На самом деле, могу сказать, что у нас, наверное, очень хорошо прибирают во дворе, потому что достаточно чисто стараются люди, и цветы посадили, детям сделали какие-то игрушки. Чистота здесь поддерживается регулярно. Работа управляющей компании на контроле у совета дома, который ежемесячно требует от организации качественного исполнения своих обязанностей. Ежемесячно составляются такие акты по каждому многоквартирному в дому. Где председатели совета домов конкретно оценивают работу каждого сотрудника, когда указано, что невдовлетворительно. В соответствии с этим не выплачиваются премиальные и даже снижается заработная плата. Что же все-таки является залогом чистоты на каждой улице и в каждом дворе? В поиске ответа на вопрос вновь приводят нас к дому на улице Терехина. Записывайте. Это наша общая работа вся. Если мы будем каждый сам за себя убирать, смотреть за чистотой, у нас не будет такого безобразия. И вот чисто в городе, в поселке, в любой деревне. В Архангельске состоялась презентация проекта «Великая забытая война». Он посвящен столетию со дня начала Первой мировой. С февраля этого года по всей стране формируются общественные штабы, которые занимаются сохранением культурно-исторической памяти о той эпохе, актуализации интереса к самой теме. Действует такой штаб и в нашей области. Сражаться до последнего русского солдата. Этим принципом руководствовались не враги, а союзники нашей страны в Первой мировой войне. Кровью и потом наших людей ковалась Виктория Антанты. Однако, выйдя из войны, мы оказались в числе проигравших по ее итогам. На протяжении советской эпохи эти страницы истории фактически не изучались и уж тем более не освещались. А ведь, например, Архангельску, несмотря на все социальные потрясения, Первая мировая дала и серьезный толчок в развитии. Он вновь стал ключевым портом России. Сюда начали приходить союзнические пароходы с грузами для фронта. «Появился водорослевый комбинат, ширококолейная железная дорога, появился флот Северно-Ледовитого океана, современный военно-морской флот Северный. То есть, собственно говоря, Архангельск получил проект на развитие в 20 веке». Сегодня, в год столетия со дня начала Первой мировой, самое время поднять архивы, познакомить людей с важной вехой в жизни нашей страны. Эту задачу решает федеральный проект «Великая забытая война» и, в частности, его общественные штабы. Они созданы уже в 27 регионах, в том числе и в Архангельске, при поддержке руководства области. «Это действительно забытая война, и долгое время у нас было положено некое тормозное. Замечательно, что сейчас мы повернулись к этому лицу. И правительство Архангельской области, Илья Анатольевич Орлов, тоже дал поручение подключиться активно правительству к этой работе». В Архангельской области вопросом сохранения исторической памяти о Первой мировой занимаются активисты штаба имени Яна Нагурского, первого полярного летчика, непосредственного участника войны. Повышать интерес северян к этой теме они намерены по всем фронтам. «Основные проекты — это архив памяти, его проводит Северный государственный медицинский университет. Это сбор информации, фотографий, писем, документов, вообще артефактов той эпохи, которая осталась у людей для актуализации. Это традиционное чтение «Защитники Отечества» будет посвящено в этом году. Поэтому проекту — это реконструкции Первой мировой войны». Будут и лекции, и радиопередачи, и конкурс среди журналистов, посвященный Первой мировой войне. Свои экспозиции по теме представят в музее Архангельска, а в районах области побывает передвижная фотодокументальная выставка. Алексей Карельский, Илья Сумароков, «Панорама Севера». В пятницу мы показывали сюжеты о сложностях получения загранпаспорта. И сегодня в продолжении отпускной темы спросили архангелогородцев, где они будут отдыхать этим летом. О местах отдыха горожан узнаем из опроса Александра Гореловой. Детей собираемся отправить в Египет. Отсюда просто удобнее. Больше никто никуда не летает. Никуда. Я в Архангельск, мой любимый город. Я буду тут отдыхать. Деревня на участке. А зимой уезжаю в Болгарию. Обычно я отдыхаю в Архангельске. Здесь тоже можно неплохо отдохнуть, если особенно погода позволяет. В отпуск съехать никуда не собираюсь. Буду отдыхать на даче в Архангельске. Просто взглянуть на Грецию никогда не были. Старейшая цивилизация. Есть что посмотреть, красотами полюбоваться и заодно отдохнуть, пляжный отдых. Экспертом рубрики «Тема дня» выступит начальник отдела оформления заграничных паспортов Управления федеральной миграционной службы России по Архангельской области Надежда Пашкова. Надежда Юрьевна, скажите, сейчас желающих оформить заграничные паспорта становится больше? Есть какая-то статистика? В нашей области функционирует 6 объектов ведомственного сегмента ФМС России, государственной системы, выдачи документов нового поколения. В городе Архангельске два объекта. По одному в Няндаме, в Северодвинске, в Котласе и в Вельске. В течение последних лет очень сильно возрастает количество заявлений, поданных гражданами на оформление заграничных паспортов. Как на паспорта 5 лет сроком действия, так же и на паспорта нового поколения сроком действия 10 лет. В связи с этим в городе Новодвинске и в городе Коряжме поставлен мини-комплекс, который может обслуживать население у себя на местах. Поэтому граждане этих населенных пунктов уже сюда не приезжают. Весенний и летний период, как правило, для сотрудников отдела оформления заграничных паспортов очень напряженный. Если смотреть, как вы спрашиваете по статистике, то в 2008 году нами было оформлено порядка 26 тысяч заявлений и паспортов соответственно. То за 4 месяца этого года мы уже эту цифру перешагнули. Соответственно, наш отдел также занимает лидирующую позицию по северо-западу. Мы находимся на третьем месте после Санкт-Петербурга и Калининградской области. Соответственно, увеличиваем часы выдачи паспортов. Соответственно, меняем графики приема заявлений. Нижняя Юрьевна, расскажите еще об акциях, которые проводит Управление Федеральной Союзной. В связи с тем, чтобы также разгрузить очереди, для этого 10 июня традиционно уже третий раз мы проводим акцию «Белые ночи», которая будет проходить с 18 до 24 часов по адресу город Архангельск, проспект Ломоносова, 206, где жители, которые заказали заграничные паспорта, но еще по каким-либо причинам не смогли получить, либо не успели, с 18 до 24 часов приглашаем вас к нам на Ломоносова, 206, пятый кабинет. Одним из последних электронных сервисов, введенных для удобства граждан, это запись на выдачу заграничных паспортов у нас на Ломоносова, 206. Надежда Юрьевна, спасибо за ваш комментарий. У нас в студии была начальник отдела оформления заграничных паспортов Управления Федеральной миграционной службы России по Архангельску области Надежда Пашкова. Мы открываем новую рубрику с обзором прямых трансляций на телеканале ПС. Вся палитра города прошедшей недели – самые важные и интересные события Архангельска за 7 дней. Концерты, пресс-конференции, фестивали, конкурсы, спортивные матчи в новой рубрике «Открытый город». 21 мая телеканал ПС снимал театральную постановку «Зуйки». Искренние и трогательные исполнения юных артистов театра современной народной культуры «Поморская артель» никого не оставили равнодушными. 22 и 23 мая телеканал ПС транслировал открытие международного фестиваля «Архангельск-блюз». Зрители могли посмотреть выступления известных музыкантов из России, США, Англии, Дании, Норвегии. 23 мая для выпускников Архангельска прозвучал последний звонок. О том, как проходил этот праздник в 45-й школе, можно было увидеть в прямом эфире на телеканале ПС. 24 мая строительный факультет АЛТИ АГТУ Института строительства и архитектуры САФУ отметил свой 55-летний юбилей. Телеканал ПС побывал на торжественном мероприятии. Захватывающая игра для всех поклонников русского бильярда также прошла в прямом эфире на телеканале ПС. 25 мая состоялась 8-часовая онлайн-трансляция чемпионата Архангельской области по динамичной пирамиде среди мужчин 2014. Видеозаписи концертов и матчи вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 65 63 26. 24 мая 9 лет назад ушел из жизни известный гармонист-виртуоз и композитор русской народной музыки Сергей Сметанин. Заслуженный артист России и постоянный участник программы «Игра и гармонь любимая» о том, каким был непревзойденный поморский гармонист Сергей Сметанин в материале Екатерины Грициенко. Весельчак и балагур – простой мужичок с гармошкой и величайший виртуоз, чья слава пересекла пределы России. Таким знали Сергея Сметанина зрители, таким помнят его близкие. Это был настоящий северный мужик. Очень статный, независимый, с сильной харизмой, завораживающей такой харизмой, которая привлекала к нему очень много людей, с очень широкой щедрой душой. Поселок Березовка Красноборского района. Там 16 октября 1954-го родился Сергей Сметанин. Когда Сергею было 5 лет, отец научил его наигрывать на детской гармонике. Затем Красноборская музыкальная школа и Архангельское музыкальное училище. 18 лет Сергей Леонидович посвятил работе в Северном русском народном хоре. Лауреат международного конкурса «Балтика-гармоника», заслуженный артист России Сергей Сметанин давал концерты в Индии, Франции, Корее, Германии, Норвегии, Швейцарии, Монако. Но ни одно предложение переехать в столицу или за рубеж Сметанин так и не принял. Он патриот, он наивный, как мы называли, как я его называла, наивный северный дурак. Ему нужен был Архангельский, он очень любит русский север, любил. Его знаменитая пьеса «На пиле» способна затронуть самые тонкие струны человеческой души, впрочем, как произведение на лопате и чугунках. Супруга Сергея Сметанина вспоминает, до конца своих дней гармонист сомневался, не зря ли он посвятил жизнь музыке. Он говорил, в России множество талантов, и деревенский дедушка может сыграть на гармонии, как настоящий виртуоз. Сергей Сметанин неустанно оттачивал свое мастерство и никогда не считал, что достиг творческих высот. Наверное, это и есть самый главный признак поистине одаренного человека, который навеки останется настоящей гордостью русского севера. Екатерина Грицыенко, Олег Ширяев, «Панорама севера». В День славянской письменности и культуры в Архангельске на одной сцене выступили два легендарных коллектива. Северный русский народный хор и ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова. Весь сбор от концерта артисты пожертвуют на строительство кафедрального Михаила Архангельского собора. Как переплелись северные протяжные голоса и чеканное военное слово. На концерте побывала Елена Матвеева. Взмах дирижерской палочки и 120 артистов. Хор, оркестр, балет существуют на сцене как совершенный музыкальный механизм. На капитанском мостике художественного руководителя ансамбля Александрова Геннадий Сочинюк. В свой первый приезд в Архангельск два года назад он был подполковником, а сегодня на его погонах три полковничьих звезды. Погоны, наоборот, всегда, наверное, в большей степени накладывают ответственность на человека. Поэтому я чувствую просто более значимую ответственность за весь коллектив. В тот вечер Александровцев ждало объединение не только с публикой, но и с артистами северного русского народного хора. Оно стало возможным в рамках всероссийского вокального марафона, который прошел в нашей стране в день славянской письменности и культуры. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Артисты решили, что результатом их работы будет подарок на строительство нашего собора в городе. И это очень важно. Это своего рода отклик художников на те процессы, которые в сфере культуры нашей страны происходят. К слову, помимо народных и военных песен в репертуаре ансамбля и программы духовной музыки, это в традициях основателя коллектива Александра Александрова, который был еще и последним регентом хора Храма Христа Спасителя. Концерт в Архангельске – часть Большого Тула Александровцев по городам воинской славы и городам-героям России. Посвящен он грядущему 70-летию Великой Победы. 35 мужиков, да, такие, ох, дунули. Вот это мощь, вот это вот олицетворение нашей армии, самое лучшее, что может быть. Вот это щит. Понимаете? Солист хора Дмитрий Быков в ансамбле уже больше 20 лет. За последний месяц Александровцы трижды выступали в Крыму. Эмоции зашкаливали. Когда целая площадь во время выступления, после каждой песни скандирует «Россия, Россия», а после этого песня «Служить России», и вся площадь подхватывает, ну, это, конечно, патриотический заряд. Песней «Служить России» завершилось и выступление в Архангельске. Зал аплодировал. Стоя. Елена Матвеева, Сергей Минин, Панорама Севера. Успешный дебют новодвинских авиамоделистов. В Москве на кардодроме спортивного комплекса «Экопарк» в Чертаново проходили всероссийские соревнования в классе авиамодели «Воздушный бой». Впервые в соревнованиях российского уровня приняли участие и новодвинские авиамоделисты. В составе сборной Архангельской области дебютировала воспитанница новодвинского детского юношеского центра 13-летняя Анна Когтева. Аня Когтевой 13 лет. Вместо рукоделия или танцев она выбрала себе мужское хобби. В прошлом году Аня пришла заниматься в детское объединение авиамодельный. Этот вид спорта настолько затянул девушку, что теперь она не представляет свою жизнь без конструирования моделей и полетов. Мне интересно делать, летать. Это очень захватывающе. Бывают спутки, падения, врезаются друг к другу. Модели просто там в воздухе, в щепки разлетаются. Не все сразу получается. Я вообще падаю настроением, когда у меня что-то не получается. Но придется все равно делать. Я надеюсь, что Аня будет дальше продолжать заниматься и добьется хороших результатов. Но зависит не только от нас, от меня, от Ани. Многое зависит и от общественности, так сказать, от поддержки и финансовой в том числе. Обучаясь второй год в авиамодельном кружке, Аня уже несколько раз выступала на соревнованиях областного уровня. Причем весьма успешно. Наша спортсменка дважды становилась серебряным призером. В мае этого года у Анны наступил новый и более значимый этап в спортивной жизни. Она приняла участие в первенстве страны и во всероссийских соревнованиях в классе авиамоделей «Воздушный бой», где главная задача пилота – отрубить бумажную ленту, прикрепленную к радиомодели своего соперника. В Москве новодвинка уверенно провела шесть боев и заняла шестое место в младшей возрастной группе. Как отмечает ее наставник Александр Денисюк, недостаток соревновательного опыта не позволил Анне показать более высокий результат. Однако выступление нашей спортсменки на России не осталось незамеченным. По решению участников и судей ей был вручен поощрительный приз зрительских симпатий. К сожалению, увидеть, как пилотируют наши ребята в новодвинском небе, пока не представляется возможным. Городские соревнования памяти Виктора Оружникова не проводятся уже несколько лет. Но в планах руководителя авиамодельного кружка возобновить давнюю спортивную традицию. Нужно желание властей помогать в этом деле, потому что еще раз повторю, много упирается в средства. Сейчас надеюсь, что у нас появляются новые бойцы. Аня, вот тут ребята подтягиваются. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 27 мая, доллар США 34 рубля 8 копеек, евро 46 рублей 43 копейки. Это была информационная программа «Панорама Севера». О погоде на 27 мая нам расскажет Юнис. А я, Элена Гончарова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Солнце грозами. Нежно и тихо поет душа. И о погоде на 27 мая в Архангельской области. В Котласе плюс 9, пасмурно на протяжении дня, без осадков. Ветер сильный. В Плесецке плюс 8, облачно, также сильный ветер. В Вельске пасмурно, возможен дождь, температура воздуха плюс 14 градусов. Ветер умеренный. И о погоде в самом Архангельске. Утром плюс 4, пасмурно. Ветер слабый, без осадков. Днем воздух прогреется до 9 градусов. Также пасмурно, осадков не ожидается. Ветер умеренный. Вечером температура воздуха плюс 5, на небе ясно, ветер слабый. До встречи на телеканале ПС. Редактор субтитров А.Семкин